Всем привет, друзья! У меня в руках Nexus 5X, вы на AndroidInsider.ru, и мы обновились на релизную NUGU. Все подробности о том, что же всё-таки изменилось с момента первой бета-превью, даже девелопер-превью, сразу после заставки. Итак, пожалуй, самое важное, что сохранилось и действительно является важным для многих пользователей, это многооконность, мультиоконный режим, как его некоторые называют, то есть возможность работать сразу с двумя приложениями в одно и то же время. Несмотря на то, что иногда появляется надпись о том, что приложение не поддерживает многооконный режим, тем не менее, всё прекрасно работает, их можно более-менее как-то масштабировать, пытаться с этим работать. И это в целом действительно удобно, если вы, например, смотрите видео на YouTube или читаете какой-то сайт и пытаетесь общаться на сайте на другом каком-то в комментариях или, ну, например, в Телеграме. Второе интересное нововведение, которое появилось тоже именно в NUGU, это возможность по двойному тапу переключиться на другое запущенное приложение, предыдущее приложение. То есть, видите, у меня открыто сейчас Google Photo, Double Tap переключается на Play Market, и это тоже, наверное, для кого-то окажется удобным. Мы можем, в принципе, выбрать здесь мессенджер в качестве второго приложения, да, подтверждаем его отпечатком пальцев, ещё раз нажимаем и переключаемся к предыдущему приложению. То есть, режим работы с рядом приложений, которые нам могут оказаться удобными, в принципе, реализован достаточно неплохо в данном аппарате, и это, наверное, всё-таки стоило бы делать, наверное, решением для устройств с большим экраном, потому что на достаточно небольшом дисплее такого устройства, как Nexus 5X, это выглядит, ну, довольно неудобно в целом, потому что, ну, сами смотрите, как выглядит сайт, как выглядит приложение. Пользоваться этим можно, но, тем не менее, накладывает определённый отпечаток то, что вы вынуждены смотреть в два маленьких окошка, и этим пользоваться, ну, в реальной жизни достаточно неудобно. Следующим пунктом стоит отметить то, что теперь в шторке, где у нас находятся все управляющие элементы, можно менять местами, добавлять или удалять ненужные нам элементы, перетаскивать их вверх, вниз и тому подобное, и это тоже действительно важно, потому что многие люди хотят, чтобы самые важные какие-то тогулы находились у них под рукой. Ну, а теперь, наверное, для многих любителей iOS, может быть, появился всё-таки тот самый ночной режим, он никуда не пропал, хотя планировалось его, видимо, убирать. Вот, экран слегка пожелтел, экран вернулся к нормальным цветам, экран слегка пожелтел, снова вернулся. То есть, ну, в принципе, тот же Night Shift, только вид сбоку, и разницы, в принципе, вы особо не увидите, но глаза действительно отдыхают при том варианте, когда вы включаете ночной режим. Очень интересно, в принципе, поменялись настройки, то есть, если вы в них заходите, то увидите, в принципе, достаточно традиционное меню, привычное даже по зефирке, наверное, но теперь у вас есть дополнительные какие-то подсказки, где вам говорят, что вам сделать для того, чтобы вам было удобнее пользоваться данным смартфоном, то есть, это какие-то уведомления, добавка дополнительной почты, задать режим не беспокоить, место отключения всех уведомлений и тому подобное. И, в принципе, с данным меню вы уже, наверное, знакомы были действительно по зефирке, потому что все те самые дополнения, которые появляются сейчас в Нуге, были уже тогда, в том числе, там, режим работы с батареей, с памятью, проверка доступа приложений и тому подобным, но добавилась дополнительная шторка, в которую вы можете быстро перейти по коротким названиям в нужный вам пункт меню. Например, вы хотите проверить, что у вас кушает батарея, вы пришли к батарее, вы смотрите здесь, вызываете шторку, решили зайти в приложение и отключить доступ у какого-то приложения, которое кушает вашу батарею, к определенным вещам, ну, например, к интернету. Это действительно довольно интересное решение, хотя для многих это покажется достаточно сложным, но, тем не менее, в реальной эксплуатации это оказалось очень простым. Ребят, на самом деле, в принципе, особая разница между самым первым девелопер, превью, которое вышло в марте, и тем, что вы видите сейчас, ну, на самом деле, если честно, нет, потому что все работает действительно шустро-быстро, только теперь еще и приложения не вылетают и не глючат. Ну, и опять же, стоит отметить, что установить данную версию операционной системы Android, то есть Nougue 7, можно будет на Nexus 5X, Nexus 6, Nexus 6P, а также Pixel C и Nexus 9. В принципе, на самом деле, список, конечно, достаточно краткий, но, тем не менее, владельцы Nexus 5, а также Nexus 7 2014 не получат данного обновления. Да, это достаточно печально, но, тем не менее, в принципе, операционная система действительно заслуживает определенной аппаратной поддержки, так что, в принципе, стоит, наверное, для кого-то и проапгрейдиться. На самом деле, те самые 250 нововведений, которые внесли в данную операционную систему, наверное, это действительно круто, потому что про полторы тысячи эмодзи, из которых там 72 новых, в том числе эмодзи фейспалма, мы, наверное, рассказывать не будем, это лишено всякого смысла, да и, на самом деле, вот то самое привычное нам пасхальное яйцо, которое возникает у нас, возникает у нас, я говорю, вот котик, вот теперь у нас появляется котик вместо пасхального яйца. Ну, хорошо, пусть будет так, но, тем не менее, что хотелось бы сказать, на самом деле, релиз операционной системы Nougat это достаточно хорошее такое эволюционное изменение, которое позволит вам намного удобнее использовать ваши смартфоны и не напрягаться по поводу, например, взаимодействия с двумя приложениями, переключениями между ними, там, по двойному этапу, вернулись назад, вернулись вперед, все, все прекрасно работает, все работает достаточно шустро. Стоит ли обновляться? Если вы можете сейчас обновиться, то обновитесь и посмотрите. Ребят, помимо Vulcan API, который улучшил графику, на самом деле, улучшений очень много, это 250 дополнительных каких-то вариаций, которые добавили именно в операционную систему, которая позволит вам взаимодействовать со смартфоном намного быстрее, намного удобнее, но, на самом деле, вы должны сами это попробовать, чтобы понять. А с вами был AndroidInsider.ru, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!